а кстати, а почему у тебя раньше было правда Булуевич, а? это что такое было? от Балу а? от Балу медведь он был большой, соточка весел а из-за этого Балу, а почему Булуевич? ну просто Балуевич а, Булуевич, а я понял а напишем уже? всем привет, меня зовут Сергей Стрелгин я являюсь CEO Fighting Sports Arts сегодня мы начинаем точнее, продолжаем серию наших подкастов посвященных FSA Cup так как у нас формат данного турнира это все-таки гран-при то мы позвали экспертов которые нам помогут чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть в формате разговора на кухне разобраться, кто же является фаворитом или не фаворитом кто-то представить участников это Леонид Готовский первый черный пояс по бразильскому джиу-джитсу в России и вообще, наверное, чаще всего в предыдущих подкастах звучало имя Леонида Готовского когда люди говорили, кто привел их в этот спорт они говорили, Леонид Готовский я начинал свою карьеру у Леонида Готовского поэтому тут, наверное, сложно представлять так бывает всем привет ну и там, это как-то заготовленная шутка как бы когда мы позвали Леонида Готовского значит, в подкаст я подумал, кто же может там с ним сесть на одном диване вообще так, чтобы, ну там, как бы стиль разгонять и мы позвали Магомеда Матиева потому что сложно было представить кого-то и вот он все время представляется, как чемпион московской области там по джиу-джитсу или по грэппинг или чему-то а я вот сейчас мы записали онлайн-курс с магой с его, так сказать, удушающими приемами который он на соревнованиях это же, я говорю, с Киса регалия хорош, дай нормальный список что у тебя там есть, и он мне скидывает там у него такой список по-служной приличный я такой ну вот, а перестань говорить, что ты чемпион московской области нет, это же как н naturally Это же бренд да, это бренд у всех в инстаграме стоит это там медали А Мага просто чемпионат московской области это же хорошо ну да, самоеронное такая Список, который я тебе скидывал, я его два года еще не обмагал, там, где-то три года. Мы уже можем начать тихонечко разгоняться, а нам, тем не менее, предстоит третьего гостя. Тут как-то подкаст хорошо складывается, когда есть люди, которые задают стыдные вопросы. Так как мне одного было сложно задавать стыдные вопросы, мы позвали еще Андрея Зарубина. Извини, что так в таком образе представляю, но Андрей на самом деле тоже является экспертом в джиу-джитсу, достаточно хорошо популяризует свою джиу-джитсу, и это такая легкая интеграция Fight VR в наш подкаст. Всем привет! Ну, окей, я готов. Соответственно, я вижу финал Джарбаев Лось. Джарбаев Лось. Почему? Почему? Да. Ну, потому что Джарбаев опытный, сильный, оснащенный, предустремленный, характерный и такой же Лось. Ну, я просто, знаешь как, я еще сужу по тому, что я видел, потому что я не все схваты... То есть, ну, Яровой, я считаю, просто еще молод. Там, недавно Курпур получил он, он еще просто молод. Колли Ветров, я считаю, что он тоже еще молод, там, по сравнению с тем же Джарбаевом, и даже и по опыту, и по характеру выступлений, я считаю, что Лосев даже более оснащенный и более экспертен вот именно в соревновательном контексте, чем тот же Ветров. Не могу сказать про Резвана Резванова, честно говоря, просто не, ну, я наверняка видел его схватки, но сейчас не могу. А вот тут интересный момент, что когда ты так однозначно сказал, что Осип, я как раз хотел тебе сказать, что там Резвана Резванов, ребята из Дагестана говорят, что это... Ага, и, соответственно, если он из Юниверсу, то я уверен, что он конкурентен. Мага, а ты как? Ну, в принципе, тоже вижу финал. Осип, Джарбаев. Ну вот, почему он не сложил? Почему? Потому что один находится с другой стороны сетки, а другой с другой стороны сетки. Интересно будет посмотреть, как себя покажут Николай Ветров. Согласен. И вот Расул Абдул-Вадудов, мне тоже интересно, потому что парень молодой, но все равно выиграл, насколько я понимаю, он отобрался со СКФО на Россию, выиграл Россию, там, выиграл у него, я так понимаю, всего один год. Интересно посмотреть. Все равно... Крутой путь. У ВВ ставил, интересно посмотреть, молодой. Я тем более смотрю, что у него антепометрия вот такой высокий, длинные руки, длинные ноги, гибкие, я так понимаю, плюс молодой, скоростной. Интересно посмотреть. А какие-то ярко выраженные у него приемы есть там? Я не видел, я ни одного сватки не видел. Ни одной сватки его не видел, но... Обычно длиннорукие и длинноногие делают треугольники, дарцы... Да, обычно это не история про залеживание, это больше там сомбишно. У меня также интересен, ну, и Карузина посмотреть, Андрюхов. Вот. Ну, основных я бы в первую очередь выделил Лосев, Джарбаев, а на втором вам Тарасул и Коля Ветров. По поводу Карузина, я его тоже регулярно вижу на IDC турнирах, по-моему, да? Это тот, правильно? Да, 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 он боролся тоже с Джарбаевым, боролся, он проиграл ему 3-0. То есть он проиграл ему там в конце... То ли это было дополнительное время, то ли это было последние минуты или там до основного времени, он ему прошел просто гард и все. Тоже поэтому интересно, конечно, посмотреть, вот. Опять же, про Резвана я ничего просто не знаю. Есть еще такой момент, который тоже проявляет или там выявляет чемпиона, это то, как спортсмен выстраивает поединок, схватку, да? И как он идет, что называется, от начала к концу поединка. И то есть вот у Джарбаева и у Лосева есть такой чемпионский некий настрой, не знаю, может быть, дух и характер схватки, когда они борются от противника и потихоньку наращивают, наращивают, наращивают. То есть если ему противник предлагает темп, то они этот темп подхватывают и стараются его перехватить. Мне интересно было бы увидеть финал Лосева с Джарбаевым, потому что они оба разгоняют темп, да, и потом в конце, там вот эти вот финальные 30 секунд, они как раз очень зрелищные и там проявляется как раз мастерство. Андрей? Влад Лосев, одна любовь. Остальных мало знаю, мало пересекался. Единственное, что на предыдущем в ФСА Коле Ветров боролся. Да, Коле Ветров неплохо, я так понимаю, и на России. И он на ИСИ хорошо в добро вступил, да, 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 да. Причем на удивление хорошо, то есть там у него было достаточно сложно. Да, да, серьезный карт был там и он так прошелся успешно по всем. Ну, я так буду за Владом. Влад? Ну, он утречествовал. Один. А кто с этой стороны сетки там? Ну, они там отберутся, травмируются и по итогу Влад просто вжу. Первое место. Готово, 71. Ну, так вот, что я хотел сказать по поводу возраста, что… В 33 года еще в полный рост можно уступать по идалтам, потому что в 33 года это уже… Ну, в самом расфере. Это уже, да, то есть уже появляется матерость, появляется такая хорошая физическая кондиция, уже связочный аппарат реально окреп. И ты как раз этим в том числе можешь удивлять более молодых спортсменов. Но при этом ты еще не потерял ни скорость, ни функционал, и ты очень конкурентен и очень опасен в своих навыках. Потому что ты к этому возрасту, у тебя проявляются твои технические, так сказать, арсеналы, твои действия более острые, опасные. А друг, тебе сколько? 32. А, ну… Ну, это не, не, не. Зависит еще от того, когда человек начал, да, естественно. Ну, вот. Поэтому, ну, то есть… 33 года – это полный рост можно… А там 33 года от начала? Да, да. Только с печи встаешь. В общем, Арсен – красавчик. Арсен, я считаю, что это действительно пример для многих представителей вообще не только единоборств, но и спорта, который развивается во всех аспектах и показывает крутой уровень. И сейчас… А еще и стиль показывает. Еще и стиль, да, показывает. И сейчас он заявился в 88 килограмм и, соответственно, будет конкурировать с действующими спортсменами, которые выступают на Мирах, на Европе. Там тот же Коля Салмин, соответственно, тот же Рамазан. Это все ребята такие, ну, непростые, действующие, топовые наши российские спортики. Я не умоляю достоинства всех остальных, это я просто перечислил тех, кого я непосредственно знаю и чьи схватки видел и смотрел. Итак, финал. А, итак, финал. Финал. Финал, финал. Рамазан, Салмин. То есть Шишабеков, Салмин. Такой финал. Но это мой финал. Тут, знаете, там квинтисценция вот этих разных стилей. Тут и квинтис opioid. Квинтисценция. Квинтисценция. Разных стилей. Квинтисценция. Тут тебе и джиу-джитсу, тут тебе и элементы УВВ-стайл, тут тебе и Данахер, и вообще, короче, и все это окажется, короче, история прикольная, вот эти разные школы. Давай, кто в финале? Финале? Ты всех похвалил, я уже понял, кто в финале. Всех похвалил, да. Я не знаю, что там, несложно сказать. Но если смотреть, просто знаете еще, половина ребят знакомые. Дом не надо ставить, короче. Половина ребят знакомые, все хорошие. Ну, блин, я сейчас, ну давайте смотреть, вот нас с одной сетки. А мне же всегда нравилось, что ты всегда беспристрастный. А я беспристрастный сейчас скажу, я все равно останусь таким. Все будет зависеть от того, кто выиграет, Илья или Давуд. Но я, честно говоря, думаю, что скорее всего Илья выиграет. У меня такое вот подозрение. Давуд всех проходит на хардкоре, чемпион хардкора, болевыми. Братка. С огромным уважением, но просто Илья, он опытный. И 88, я все-таки считаю, что у Давуда вес, я считаю, что у Давуда весовая 77 вообще. У 88 это не его весовая. Давуд привлек внимание вот этим вызовам, что я проедусь по всем вашим чемпионам. Нет, красавчик прямо использовал. Он привлек внимание, да, молодец. Но действительно посмотрим, он таким образом… Большую ответственность на себя взял. И здесь… Да, извини. Здесь еще надо сказать, что Давуд не тренируется сейчас по борьбе, он тренируется, тренирует ударку. И поэтому уже как бы мы не видим на 100% готового спортсмена. Поэтому я думаю, что скорее всего это будет Илья Анисимов. С одной стороны сетки, а с другой стороны сетки… Ты думаешь, Илюха пройдет Рамазан? Я думаю, что у него есть все науки, чтобы пройти Рамазан. Вот так и сказать. Ну, как и ровно и у Рамазана есть шанс пройти Илью, на самом деле. Поэтому здесь… Просто я скажу… Илья Анисимову не рассматривайте вообще. Просто смотри, я тебе объясню. Смотри, вот у Рамазана, например, фишка – это как бы треугольники и мышеловка. Да… Мышеловка – это что такое? Это Бонячоук. А, Бонячоук. Дагичоук. Да, я понял. А у Ильи Анисимова – это хороший халфгард, именно для сфипов. И у него очень хороший закрытый гард, где он закрывает треугольники всегда. То есть здесь как бы… И если вот как раз у Анисимова, на мой взгляд, как бы, Магат хорошо говорит, но я там, не знаю, возможно, это там, типа, моя как-то… Я люблю… Я люблю халфгарда. Я люблю халфгарда. И одно дело – хороший халфгард в баджитсу и халфгард в грэпплинге – это разные истории. Да, и здесь, опять же, я не знаю, насколько хороший Рамазан в болевых на ноги, но я говорю, если он пойдет на ноги, там, например, Илья, то у него будут шансы. Но насколько он хорошо их делает, вот этот вопрос. А так у них в обоих… Рамазан работает в опенгарде, а Илья работает в закрытом гарде. И поэтому вот здесь и вот будет самое, как бы… Ну, у них… Тамерлана – ты прям сразу вычек его, правильно? А? Ну, Тамерлана – ты прям сразу вычек. Я не рассматриваю, кого я вычеркнул. Я рассматриваю того, кто будет в финале. Но у них иные физические финансы. А с этой стороны? А с этой стороны? А с другой стороны у нас есть Ильяс и Илья Манок будет против Арсена. Да, мы считаем, что кроме Ильяса и Арсена там еще есть… Ну, подожди, Коля и Эрболот. Ну, блин, вот это очень такой сложный вопрос, Арсена. Но если Арсена будет бороться так, как он борется на днях борьбы, то Саламин будет тяжело. Если Арсена будет бороться так, как он бороться в прошлый раз, Саламин тоже будет тяжело, но… Там он тактически просто выиграет его. Что касается Сулейманов и Шапиев, я бы отдал предпочтение, наверное, Сулейману. Потому что мне технически он нравится, как он борется. Я вижу всегда опыт, именно технически. Но у Арсена опыт соревновательный кратно больше, чем у Ильяса. Ну, у него кратно выше соревновательный опыт. У него есть стратегия именно схватки. Но, опять же, его стратегия схватки, она ОВ-шная. Да, именно по субмишн-рейту, я думаю, что Ильяс повыше будет. Поэтому я думаю, что скорее, возможно, скорее всего, это будет все-таки Ильяс. Там процентов, наверное, 65-35, короче, так это я сделаю. Это в первой схватке, а там… Дальше. Ну, я думаю, ну, короче, смотри, вот здесь… Ну, пусть будет, знаешь, как… Пусть будет все-таки, наверное, финал… По-ходу, нормальную сетку собрали. Приходится… Ну, пусть будет Анисимов и Сулейманов. Анисимов, Сулейманов? Анисимов, Сулейманов? Да. Финал? Анисимов, Сулейманов? Да. Ну, ладно. Ну, почему нет? Ну, подожди, давайте еще раз. Ну, смотри, ну, опять же, я же сказал, там очень много подводных камней. Я говорю… Хорошо, а как ты видишь, что Ильяс выиграет Сулейманов как? В нолги? Да, в нолги он играет… Болевой на ногу сделает. Болевой на ногу? Да, вполне может. Эрболота. Ильяс выиграет Эрболоту? Почему нет? На ногу выйдет и все, Эрболот ноги не терпит особо. Насколько я знаю. Во всяком случае, на днях борьбы, он мне особо не дает предпочтения в борьбе с ногами. Ну, тут и будет иметь значение, кто какую тактику выберет. А мне все это можно вообще говорить? Да, 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 с тобой. Можно, да? Да, я знаю, что Даут с Рамазановым вроде вообще по нуля могут отбороться чаще всего. То есть нет такого, чтобы тут кого-то собить. Опять же у Ильяса самая яркая фотография. Да, да. И самая яркая визитка. Визитка в том числе, да. Не, ну ладно, кстати, нет, Арсен может потягаться. А, Арсен, ну да, да. Арсен навалил прям в стиле. Арсен, да, да. Ну, я подоговорю, что вы говорите про ноги, но я не видел, чтобы Шаш Хабейков сделал болевой на ноги. А я не про ноги говорю, я говорю про кимоно и без кимоно, что Анисима более оснащен в кимоно. Ну, он без кимоно тоже совмешен. Еще раз, это же там, типа, когда… Я почему говорю именно, я тоже сказал бы так же, но у него закрытый гард хороший, а закрытый гард он и в ноги тоже канает. И он тоже нормальный треугольник закрывает ноги. Опять же, у Рамазана, наоборот, у него опен гард хороший. То есть, такой он треугольник. Я должен радоваться, во-первых, потому что мы собрали хорошую сетку, во-вторых, потому что у нас получился рубилло. Это уже можно нормально нарезать в диалог. Опять же, ребят, каждому не судите меня строго. Я постарался, я старался быть объективным. Андрюх, давай. Вы сами понимаете, любая объективность, она субъективна. Поэтому, без обид, ребят. Объективная, субъективная. Все красавчики, но я просто стараюсь анализировать как-то, короче. Сразу будет написано, объективная, субъективная. Тем более, деньги на карту меня не закидывал перед этим за мою объективность. Уф, вот оно как решается. Позвольте любительский взгляд на вечер. Конечно. Рассказываю, как все будет. Тамерлан проигрывает… У тебя русский в финале будет, я понял. Тамерлан проигрывает Рамазанову болевым на ногу. Анисимов выигрывает Давуда. По итогу Рамазан выигрывает болевым на ногу. Выходит в финал. Дальше. Вот это интересно. Подожди, я не успеваю так быстро. Подожди. Рамазан в финале с левой стороны. Рамазан в финале. Окей. Окей. Правая сторона. Погнали. Ильяс с Арсеном. Жесткая заруба. Очень сильно оба устают. Арсен чуть-чуть и выходит в полуфинал. Далее. Салмин и Рыболот. Коля атакует посадкой на жопу. Свипует, выигрывает болевым. Выходит в полуфинал. Так как Арсен устал, борясь с Ильясом, Колянова выигрывает. Финал. Рамазан и Коля. Пау. Извини, я подправлю. Не просто русский, а русский амбассадор файтвера. Никакой предвзятости. Я забыл, простите. Я наполню просто. Победа рождается здесь. В общем, как профессионалы джиу-джитсу и грэплинга живут и существуют? По сути, они тренируются и пьют кофе. Собственно, все. Кто фаворит в главной схватке? Все ему задавали, вы все классно отвечали на видосики. Но теперь совмести наши идеи. Ильдар, конечно, набирает обороты просто. Ну, я думаю, расклад такой, что... Ну, я за... Понятно, там, с сердцем сидела. Да, с Саидова. Вот, потому что, ну, молодой парень. Мне нравится его стиль. У нас он похож в чем-то. Помимо того, что у меня лично какая-то есть симпатия, но я говорю, что он как спортсмен, мне нравится, как он борется. Я какие-то там вещи на себя могу подчеркнуть. Ну, да. Результат схватки? Ну, я опять же продолжаю свой спич. Тут на противовес ему, опять же, маг Абдул Кадыров очень, скажем, максим... Ну, он намного опытнее в плане выступлений в том же ООВ, в том же EDCC. Но, как раз в первой половине схватки Абдул Кадыров может перегасить атаки Абдул Кадырова. Ой, простите, Эльдара Саидова. И из-за этого Эльдар может выдохнуться. Потому что, мое мнение, опять же, что Эльдар не... Ну, он... Вот, если посмотреть на Абдул Кадырова... Не дымови, короче. Он такой прям фактурный, короче. То есть, Эльдар... Такое ощущение, что, если бы он захотел, он мог бы на крыльцевую ниже, короче, бороться. Поэтому... Это тоже может не... Там же... Если бы ты смотрел фильм, как бы... Там в фильме он как раз говорит, что... Он говорит... Каждый день я себе говорю, что я буду правильно кушать. Так, мы с ним тоже... Да, мне это хватает. Мы с ним тоже... Мы с ним тоже обсуждали. Поэтому, да. И я говорю... И это... Поэтому тоже может сыграть. Здесь... А все будет зависеть от функционалки, короче. Касаемо того, что... Как выиграть, я думаю, что есть... Вполне можно сделать болевую на ногу Абдул Кадырова. Вот. И Эльдар Саидов это можно сделать. Вполне. Ну, потому что... Если вы вспомните схватку с Никитой Севером... Никита Север-то выходил на ногу на Абдул Кадырова. Там просто именно техническая... Неоснащенность, наверное, сыграла свою роль. А так бы... Может, он мог бы и засовменить его. Почему нет? Он там прием на скрутку пятки прям отдавал. Какую-то защиту там филиганную я бы не заметил в бумаге Абдул Кадырова. Все очень стандартно. Он даже готовился к самбисту. Тут нужно тогда его занимать. Сейчас он готовится к Абдул Кадырову. Вполне конкретно заточен. Я не думаю, что, честно говоря, у него какие-то конкретные спешл программы. Я думаю, что он будет делать абсолютно свои вещи. Это проходить гард, забирать спину и душить. Ну, понятно. Тут понятно, что у нас, скорее всего, каким приемом закончится схватка? Душа еще со спины или болевым на другую? Тут, что называется, два стиля, два противостояния. То есть мага Абдул Кадыров, он опытный. И он тоже понимает, что сейчас Абдул Кадыров будет атаковать и будет тратиться. И как построит мага тактик-стратегию свою, от этого будет многое зависеть. И как раз вот тут и может сыграть опыт. А здесь мага, я думаю, что будет устраивать схватку похожую, как с недощеком он боролся. Похожую. Контроль, контроль, контроль. Да, контроль, проход, давление, прессинг. Андрей согласен. Да. Будет, если возможность, выйти Ильдару за спину? Ну да, пойдет. Не будет возможности – не пойдет. Моя ставка. Первые пять минут схватки можно не смотреть. Будет обоюдная сужика. И далее Абдул Кадыров законтролирует и выиграет. Блин, ну ноги в магию на сторону лучше не протягивать. Как в прямом, так и в переносном смысле.